Девушки отдыхают Девушки отдыхают Где-то поблизости был призрак Чтобы найти выключатель нужно идти по вот этому вот проводу Так освободили проход почти Отлично Ну наконец-то Слизь И призрак Где-то здесь есть скрытый предмет Вот он Маска Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И неприятного вида манекена. Что нужно сейчас делать, это лить в него слизью, чтобы выкурить оттуда призрака. Кстати, подобное уже случалось, если вы помните второй фильм. Так, давайте, кстати, заскалируем тёточку. Так, слабость, протонный поток, время оглушения средний. Повырляет свидетелями, то есть может вселяться. Если она вселилась в какого-то человека, хватаем слизи мёд и обслизиваем пострадавшего. Кидаем сразу ловушку, кстати говоря, чтобы она долго не мешалась. Продолжение следует... Дело техники. Готово. Поехали наверх. Редактор субтитров А. Петер. Петер. Редактор субтитров А. Если вы помните этого чувака из фильма, он уже один раз устроил нашествие призраков на город. Петер. Петер. Редактор субтитров А. Субтитров А. Не случилось, прежнее. Это мобильный. Петер. Президент. Прекрасный. 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 Что это? Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, берем слеземет и обслизиваем всех Прям любимая часть игры Обожаю этим заниматься Один есть Сразу кидаем ловушку Кстати говоря, давайте осмотрим, что это Призраковушка, слабость протонный поток Атакует только сдалека, что хорошо Время оглушения средний, сопротивление средний Понятненько Субтитры делал DimaTorzok Правда, сдалека не атакует очень сильно С одного выстрела снимается большая часть жизни Кажется, кого-то опять захватили Заслизим его Отлично Вон еще кого-то заслизили Заслизить нужно правильно сказать У этих зомби очень сильная рукопашная атака Сейчас я тебя обслезявлю Цветик мой Стоять Есть одна, наконец-то Бьем ее и пихаем ее в ловушку Один есть А, еще один зомби А, еще один зомби Попалась Тянем ее сюда В эту комнату И в ловушку сразу Осталось чуть-чуть Сверху Сверху И последний осталось Хе-гей О, зомби Слезявливаем его И начинаем Мочить эту Отходим назад К ловушке И продолжаем палить по Гарри Почти поймали Почти поймали А теперь можно идти И вплотную поговорить С этим призраком Иди сюда Иди сюда Почти поймали Доктор Алиса Доктор Алиса Будьте осторожны Я пойду в безопасности Я люблю этот план Я поймал в безопасности Камеры Триангулировать их На монетрах И поговорить вас Давайте сначала Пошевернемся По комнатам Пока есть возможность На поиск Всяких Нам предметиков Полезненьких Это отсюда Мы вышли Где-то поблизости Есть призрак Доктор Алиса Доктор Алиса пока есть возможность отсканируем этого толстяка кажется чуть не успели появился на новые призраки так давайте купим вот они одержимый стат дух рассеивания атака вблизи дальний рывок слабость шоковый удар берем дробовик и расстреливаем гады можно еще и заморозить их лучше оживить напарника они очень удобно расположены сплотну и можно их расстреливать залпами а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Заморозить гадов тоже можно, но это дольше, чем бумажек собрать их Снимаем напарника Заморозим этого секского воина И добьем, если надо Вроде как здесь примеров полезных нет Пойдемте на выставку гражданской войны Америки Ого Как это я так шкафчик-то перевернул? А нет, кажется, это все еще астекская выставка Ну, нам же лучше Пойдемте, пока они уйдут Это ты хоть многовато Возьмите их на брызг Винстон просто говорит, возьмите их на брызг Что вы делаете там? С спины С спины Замечательно Здесь мы не пройдем Здесь мы не пройдем Питер 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 Здесь, можете его отсканировать, пока он не улетел Ооу, ты улетел Новый тип противника С летающих черепах Давайте о них почитаем Дух рассеивания, рыбок, рой, суицид, атака Ну и шоковый удар, слабость, то есть оружие менять не придётся А вот отойти лучше подальше, потому как вон собрало сколько этих астекских засранцев Лучше разберёмся сначала с черепушками А потом будем иметь дело с теми засранцами Не забывайте уворачиваться от копий, которые вас метают И потихоньку отстреливаемся от черепушек Можно, в принципе, подстрелять поблизко к подошедшим стекам Это довольно муторно и долго, но оно того стоит Вот таким вот нехитрым образом уворачиваемся от копий И продолжаем стрелять под стекам И поблизко к летящим черепам Остался один бедный Йорик Даже два с другом Опа-па-па-па Теперь точно один И ещё небольшая толпа от стеков Неудачный этот гадёныш там засел Всё, с черепами разобрались Теперь мешать никто не будет Дождёмся пока чуть-чуть восстановится жизни Чтобы, если чё, выдержать больше повреждений И идём в атаку в упор Готов Так, быстренько восстанавливаем наших героев И топаем дальше Кого ты там палишь? А-а-а Кажется, один из этих гадов только что утонул Давайте его точным движением руки Уделаем. Готов. Кажется, внутрь храма зайти не получится. Поэтому пойдемте пошаримся вокруг него. Здесь понятно, что будет, если мы пойдем в соседнюю дверку. Мы оказались в той же самой комнате. Ну, неплохо. У нас заперли. С кучей чертовых хатстэков. Какой вариант, можно использовать протонный поток. Он у них тоже неплохо действует. И бозонный выстрел, потому как они собираются кучками. Давайте-ка лучше его исполнить. Осталось чуть-чуть. Ну, куда ты в атаку идешь на мне? На всякий случай вернем дробовик на место. И восстановимся, товарищи. Пожалуйста, не трогайте артефакты. Ну, сейчас. Мы же собираем. Закрыто. Сим-Сим, откройся. Похоже, нашего друга снова захватили. Вот мы на выставке гражданской войны. Так, где-то находится скрытый артефакт. О, вот этот мушкет. Давайте посмотрим. О, вот этот мушкет. Надо немножко пошариться по выставке. Ловушка. Теперь мы присутствуем на войне конфедератов и... И хрен его знает как, республиканцев что ли. Благо призраки теперь атакуют друг друга. Так, засканируем всех подряд. Осталось только взять... И схватить их всех до единого. Так, одну секундочку. Протонный поток вблизи. Понятно. Ну иди сюда. Америкос мертвый. Таки достали. Не проблема. Так, сосредоточимся на этом. Отлично. Так, сразу затащить его до ловушки. Иди сюда. Гаденыш. Отлично. Один есть. Осталось еще много. Активно пользуйтесь бозонными лучами. Кучками, правильно сказать. Давайте сосредоточимся на этом. Саданем вам пару раз и по что-нибудь полезненькое такое. Типа пола, стены, потолка. Есть. Так, кто такой умный нашелся. Стреляет слизью какой-то синий. С ружья. Так. Тянем к ловушке. Попался. Иди сюда. Ух тыж, ух тыж, ух тыж, ух тыж. Да что это такое было? Кажется, меня саданули из призрачной пушки. Иди сюда, конфедерат. Я сказал это раньше, и я снова повторю. О-о-о. 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 О-о-о! Играет музыка И как они там? Да хватит стрелять меня своей зубной пастой Есть один Тянем его к ловушке Осталось двое Куда? Все Отлично Тянем гадо к ловушке Давай лошадка Последний Победа завершилась Полным разгромом Америки И выигрышем Российской Федерации Гибгиб ура Победа 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 Пусть мощные люди, тайкуны, каптаны от индустрии. Главный господин был Cornelius Wellesley, из Интернационного Стилля. Главный господин использовал музею как респектный фронт для всяких отражающих актов. Особенно, но они были частью клуба, построенного нашего любимого архитекта. Они приглашали женщин из С.Николаса Миссия Реабилитации для Wayward Angels. Румор говорит, что господин проводил всяких отражающих ритуалов, используя эти женщины. Теперь мы оказались в египетской композиции. Египетская сила, как говорится, в одном новом сериале. Главный господин. Я практически живу здесь, когда я работал на моем дончике. Главный господин. И я не помню так много скрытого 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 скрытого. И я не помню так много скрытого 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 скрыта. И я не помню так много скрытого 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 Снова конфедераты. Ловушка. Очередная. Снова те же очередные... Ну, статуи. Одержимые. Что с ними делать, уже знаем. У этих гадов ещё можно... По идее, оторвать щит. Чтобы долго не возиться. Дождёмся, пока он прибежит сюда. И атакуем. Отлично. Проделаем тот же трюк со следующим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь в Египте ещё есть и конфедераты. Сначала разберёмся с пехотой. А потом займёмся дальнобойными стрелками. Так как они менее опасны. Теперь можно заняться этими гадами. Сразу кидаем ловушку. Сосредоточим внимание на вот этом призраке. У него меньше жизни. Теперь на втором. Завираем ловушку. По этой лестнице, наверное, вряд ли поднимемся. А нет, можно. Чтобы прикольно было... Ну, самое главное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но мы нашли вот этот артефакт Голову здорово Можете сейчас сканировать жердя, если не успели в прошлый раз И готовьте их к небольшой войнушке Субтитры сделал DimaTorzok Отбились от Йориков и от Гадов Покрупнее Где-то находится предмет Вот эта штука Ну давайте посмотрим, что можно купить Ух ты же, ух ты же 34 штуки Когда успел накопить? О, отлично Это понадобится Призрак папаша прямо в ловушку автоматически захватывается Великолепно На данный момент мы скупили все, что только можно Это очень хорошо Отойдем чуть-чуть назад На всякий случай Лучше пойдемте проверим вон ту композицию За закрытой дверью Жалко Можно включить комментарии, если, конечно, это вам надо Но, ну, не надо Так, мы идемте дальше Давайте подстрелим с дальнего расстояния И еще одна картина Помните ту картину из предыдущего клипа В конце уровня Вот это она же, только видоизмененная Гудненько Идем дальше Отрываем щит Добиваем гадатар В этом момент тоже можете отсканировать этого призрака Если по какой-то причине непонятной мне вы еще этого не сделали Кстати, стрелять теперь можно чаще Так как мы купили охлаждение Охлаждение, правильно сказать Для дробовичка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нnenlo Выезжаем Аз피 О, это было... 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 Эй, ребята, вы найдете Алиса? Где это гонка? Вы не видели, но он просто пришел сюда. Он должен идти в госер-гонку в мире. Здесь закрыто. Так что, как ни старайтесь, туда не попадем. Теперь к нашей партии добавился еще один компаньон. Это значит, больше шансов выжить и больше призраков сразу. Замечено, что чем больше в партии народу... Ну, в смысле, в нашей группе. Тем больше призраков нападает, и тем они сильнее. Да. Я сделал экстрактивную проблему. Почему вы не все все уйдете? Все мои данные показали, что гонка-оролл начинает пустить через несколько кросс-порталов, из их дименции до наших. Ну... Жирик. Жирик. Продолжение следует... Когда заслуживаться, прикольно и создавите их. Замечено, как он еще раз. Прогнали! Что я сейчас сделаю? Продолжение следует. Как такой толстый смог просочиться в такую маленькую дырку? Вторая часть фильма его ничему не научила. Ничем не знаете, что есть. Конечно, конечно не. Но это вылезает огромную энергию куда-то. Что-то, что сейчас в процессе бросить на стены между нашим миром и другим. Эта другая мир вылетает через нашим. Начинается с мистей гоноксом и мастерами. Теперь становится больше. Мы точно не знаем что-то дальше, но есть только место для одной городе здесь, в этой дырке. Два мира физические не существуют в одном месте. Это просто космонавтическая материнка. Продолжение следует... Разрешение на разрушение официально получено. Можно идти и рушь все подряд. Например, как вот эта колонна. Ну или так. Продолжение следует... Продолжение следует... Я по образованию будущий архитектор. И черт тебе подери, я хочу строить вот такие штуки. Теперь мы будем в говнище по самые локти. Мы в канализации. Вроде как. Стоять на пути у этих призраков ни к чему не приведет. Ни к повреждениям. Ни к чему. Просто так. Полагаю, это то, что оставил наш жирный приятель. Где-то поблизости находится скрытый предмет. Вот и он. Ой, в детстве я себе хотел такое же. Мини-Экто-1. Еще бы, если бы она была на радиоуправлении, было бы вообще шикарно. Здесь, как видите, не пройдем. Кстати, целая река из призраков, можно сказать. Ладно, берем разгон и топаем в ту сторону. Ладно, мальчик, полгода на протон-паке только 5,000 лет. К вопросу, где это лежит? Если вы помните, опять-таки вторую часть фильма Было нечто наподобие Только из розовой слизи Полили ее слизью И она тут же растворилась Новое оружие Давайте посмотрим, что нам еще Дали на растерзание Теперь эта штука прострелилась сквозь призраков И осталось совсем чуть-чуть Понакупать Как видите, два типа стрельбы Быстрый и мощный Скоро проверим на чем-нибудь И под понятием скоро Я имею ввиду очень скоро Там мы все равно бы не прошли Если видите обрыв Как я уже говорил, я будущий архитектор И черт вас подели, я хочу строить такие же штуки тоже Здоровый тоннель под землей По-моему, классно Ловушка Прям нефтяной выброс Только из слизи Сейчас нам будет противостоять толстый Если вы еще не успели Киндопричинному вотфотать Вот вам еще одна возможность Давайте почитаем о нем Вот он Атака только дальняя Близи не атакует Слабость мезонный коллайдер И единственное уязвимое место его Это вот этот глаз Желтенький Стрелять только строго в него Иначе бесполезно Убираем мезонный коллайдер И ждем Проблема всех американцев Это чертов Макдональдс Стреляем в глаз И вот он вызвал себе На помощь маленьких уродцев Давайте их отсканируем И почитаем Дух рассеивания Атака Дальняя отрава Рой То есть эти гады Еще и отравлять умеют И слабость У них слизь То есть берем слизимет И мочим гадов А заодно Еще и закрываем порталы Которые он открывал Чем быстрее закройте Тем меньше их отсюда вылезет Это раз Но если у вас много жизней Времени И терпения Вы можете Не закрывать порталы И тем самым Подзаработать немного деньжат На этих маленьких уродцев Еще один совет Атаковать этого гада Лучше когда он появляется Вот здесь По углам Вот как сейчас Просто По одной простой причине Это делать удобней Когда он находится Не посередине Не на углах А где-то посередине Краев Он начинает Применять очень мощную атаку Которая может убить вас С одного удара На тяжелом уровне Ну давай пухлый Появись Вот и пухлый Можно конечно стрелять Но тогда лучше всего Спрятаться за вот эту колонку И дождаться пока он Не отстреляется Также быстренько Устанавливаем нашего Корифана И стреляем гаду В глаз Хватаем тут же Слизи мед И появился новый тип Призраков Давайте почитаем о них Кстати можно кое-что купить еще Так сначала купим Потом почитаем Выше скорострельностью Мизонного коллайдера Вот Тварь из черной слизи Дух рассеивания Вблизи Рывок Сосада Слабость Слизь Особая в засаде То есть он еще и прячется Гад Опять таки Хватаем слизи мед И слизим гада Насмерть Ну и конечно же Не забываем Закрывать порталы Точнее даже лучше Сначала закрыть порталы А потом Разобраться с Оставшимися гадами Если таковы есть Но потом переключиться на толстого Снова Вот он кстати говоря Прячемся за колонну И быстренько возрождаем наших товарищей Пока есть такая возможность Так Мы почти прикончили толстого Вот еще один новый тип призраков Парящий призрак Опять таки Дух рассеивания Слабость слизь Время оглушения короткий Сопленность высокий Но ловить этих гадов нельзя И не нужно Хватаем слизи мед Закрываем портал Обслизиваем этих Потом этих Если надо И еще один портал Закрыт Стало заслизить Несколько гадов Жердяй не появится Пока они будут уничтожены Вот эти гады Будет только смеяться На заднем плане Но недолго Если вы помните Ему осталось Третье деление у жизни За одну такую тварь Дают 750 американских рублей Что очень неплохо Не правда? Хватаем снова Мизоны коллайдера И ждем Жердяя Стреляем ему в пузо Точнее в глаз И прячемся за колонной Опять он вызвал себе подлогу Закрываем порталы Быстренько Пока из них никто не вылез Мощнее чем нужно И больше чем нужно И добиваем остатки В этот момент В этот момент Кстати говоря Очень неплохо Оставлять хотя бы Один портал открытым Чтобы из него Повылазили вот такие вот Синенькие уроды За них дают Неплохой прибыль к кэшу Ну будьте предельно аккуратны Снимает большую Остается примерно треть От жизни После попадания этих гадов Так что не забывайте Сопротиться Влечить вовремя И стрелять по ним Опять хватаем Мизон и коллайдер И ждем гада Вот он В принципе Почти готов Прячемся за колонну Как только применит Свою магию Стреляем гаду в пузо Готов Можно купить Что-нибудь Новенькое Допустим вот это Допустим вот это Допустим вот это У меня есть возможность. Знаете что? Я буду уложить по этому ужасу сейчас. Сейчас. Я заканчиваю твоя оборудовательная грязь, вы можете накануть отречить перманентную лицензию, не предназначить любое возможность для более государственных контрактов. Ты делай это мне. И вы будете платить. Ты в порядке, пак. Хорошо, все. Все, все. Ты закончил, милые парни. Вы закончили, милые парни, милые парни. Я умер на правительство, и я заканчиваю тебя и твоя оборудовательная грязь, сейчас. Какой нервный парень. Какой нервный парень. Ваза, кресло, машинка на радиоуправлении, тостер мы уже дербанили, чью эту фигню тоже. Так, на этом вроде все, пойдемте вниз. Картина новенькая. Экта-1. Лизун куда-то пропал, к моему большому сожалению. Здоровая голова. Мандала. Мандала. Мне больше нравятся мандалы, а не какие-то мандалы. Мандалы, они более вкусные. Мандала. Мандала. Ну, я должен был сделать это правильно, не знаю, просто масса. Хорошо, я просто спекулярую, но возможно, что гвозди в этом системе, поднялся от нода до нода, и они становятся сильнее и сильнее, пока они достигнутся к концу, и потом... Посмотрите, первый портал, library, второй, музей, и третий, Седжвик! И это значит, что четвертый портал должен быть... вот здесь. В центре Худсона? Ну, в соответствии с Мандалой, да. Может быть, нужно немного увеличиваться. Я не знаю, много крови в этом риве. Они становятся гвозди. Но что это должно быть со мной? Что я делал? Ты был в музеуме и Седжвик. Может быть, ты был какой-то каталист, случайно заканчивая все в порядке. Ты говоришь, что это моя причина? Ты благословен! Что Игон хотел сказать, что у тебя есть какой-то коннекция с этим, и мы вернемся к Седжвику и узнаем, что... А это правильно? Брэгн и Эк. Это правильно, Петер. Алиса, мы возвращаемся в отель Седжвик. Седжвик. Я стояла в отелье. 12.21. Что-то мне впечатляет, но я улыбнулся, просто после двора открыли. Я улыбнулся туда как быстро, как я могла. И потом, какой-то херк пытался меня поднимать на велосипеде. Окей, ты должен остаться здесь, где это безопасно, и где ты не можешь снять больше кросс-дименсионных шоков. Вот, читай на Мандала, и мальчики будут проверять Седжвик. Мальчики? И что с тобой, Суперстар? Я улыбнусь, что ты мне отверстишься в офисе ПЭКС. Он говорит мне, что он не совсем как он выглядит. Хорошая идея. Увидимся в отеле, когда ты закончишь. Все-таки люблю оставить город в опасность. А теперь, живо, драпа им отсюда. Упссссссссс. Это не я. Если вы заметили, Жанин меняет прически Ладно, думаю, бродить хватит Пойдемте на миссию Классное хобби Классное хобби Классное хобби